Доброе утро! Вы смотрите главные новости в студии Дэн Грибов и вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Строительство школ и бесплатное лечение. Какие темы сегодня обсудят на заседании правительства? Люди в опасности. Жители поселка Устежора боятся подтопления. И мечты сбываются. Воспитанники детского хосписа готовятся к Новому году. В начале выпуска о серьезном ДТП на Витебском проспекте. В половине 10 утра у дома номер 47 произошла авария. Столкнулись три легковых автомобиля и мусоровоз. Одна машина вылетела на встречную полосу, одна женщина погибла. Пострадал 10-летний ребенок. Его доставили в больницу. На месте работает наша съемочная бригада. Все подробности в следующих выпусках новостей на канале Санкт-Петербург. Бесплатное лечение, строительство школ и подготовка к Новому году. Это основные вопросы сегодняшнего заседания правительства. В Смольном рассмотрят законопроект об оказании гражданам медицинской помощи за счет государства в 2013 году. Члены правительства планируют обсудить вопрос строительства объектов, недвижимости, школ и школьных бассейнов. Также в повестке дня тема оздоровления. Речь пойдет о стоимости путевок в санатории и здравницы для детей и молодежи. Сейчас в Смольном находится наш корреспондент Мария Марченко. Мы связались с ней по телефону. До заседания правительства губернатор проинформировал о том, что 1 декабря было создано контрольное управление, которое будет следить за исполнением законов Петербурга. Возглавит его Сергей Бабанов. Далее председатель комитета по здравоохранению Валерий Колобутин отметил, что в следующем году системы здравоохранения ждут существенные изменения. С 1 января скорая медицинская помощь и экстракорпоральное оплодотворение будут оказываться всем застрахованным гражданам по полюсу обязательного медицинского страхования, даже из других регионов. Глава комитета по образованию Жанна Воробьева рассказала о строительстве новых школ. В ближайшие годы возведут 34 образовательных учреждения. В новых зданиях обязательно будет бассейн. Старые здания планируют модернизировать, чтобы там тоже были места для занятий плаванием. Мария Марченко по телефону из Смольного. Там в эти минуты проходит заседание правительства. Президент России Владимир Путин в среду обратился к федеральному собранию с ежегодным посланием. В этом году в Кремль впервые пригласили глав местных парламентов. Спикер петербургского ЗАГСа Вячеслав Макаров будет вести очередное заседание, поэтому за новостями из столицы ему придется следить по телевизору. В Москву председатель законодательного собрания поедет на следующий день на заседание Совета законодателей. Ожиданий от выступления главы государства у Вячеслава Макарова много. Это будет не просто новый период деятельности Владимира Владимировича на посту президента, это придет новый Путин с более мощными стратегическими задачами, которые касаются подъема России на высочайшую историческую ступень. Сделать так, чтобы Россия вошла в число ведущих политических держав Европы, ведущих экономик мира. Напомню, первое послание президента Российской Федерации огласил Борис Ельцин в феврале 1994 года. С тех пор оно является важным событием политической жизни. Хотя с правовой точки зрения выступление не обладает юридической силой. Фактически оно является программным документом о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Для жителей Усть-Тижоры наступили неспокойные времена. Несмотря на морозы, уровень воды в русле реки поднялся, но угрозы подтопления домов и дорог пока нет. Люди опасаются разлива из Жоры. Это происходило уже несколько раз. Вода заливала садовые участки и огороды. В местной администрации заверяют, что ситуация находится под контролем. Каждый день в поселке дежурит МЧС. Усть-Тижоры, конечно, вода поднялась. Мы обеспокоены ситуацией, которая происходит на реке Изжора, ну и реке Нева, естественно. Уже третью неделю мы мониторим уровень воды. Но он по-прежнему еще в безопасном уровне находится. Мы готовы в любой момент к поднятию воды. В случае наводнения местных жителей разместят здание муниципального совета и 400-й школе. Если уровень воды достигнет критической отметки между Александраневским и Охтинскими мостами, пройдет ледокол, который находится на службе у спасателей с прошлого года. Он разобьет затор из ледяных торосов. Это очистит русло и позволит избежать возможного подтопления. Улететь на Украину станет сложнее. Из-за долгов рейсы крупнейшей компании «Аэросвит» больше не обслуживаются на территории России. Один из самолетов авиаперевозчика уже сутки не может вылететь из Пулково на Украину. В Москве-Шереметьево сегодня с ноля часов также перестали принимать рейсы «Аэросвита». Еще одну партию праздничных шаров смастерили ребята из детского хосписа в поселке Ольгино. Ранее они уже расписали более 300 игрушек. Традиционно такие елочные украшения пациенты готовят благотворительным. А все собранные средства от пожертвований перечисляют в фонд проекта «Мечты сбываются». Подробнее Алена Калезина. В мастерской Деда Мороза, так в шутку называют это место дети, творческий беспорядок. Блестки, краски, мишура. Задание ответственное – за день смастерить дюжину новогодних шаров. Все разные, похожих не делают, по большому секрету рассказала Полина Будник. К работе малышка относится серьезно, в каждую игрушку вкладывает частичку себя. Для Полины это не просто поделки, а возможность отдохнуть от длительного лечения. Мы по-разному делали эти шарики. Сначала красили, потом вот такие делали рисунки с бумаги. Вот. И, ну, всякие разные. В творческий процесс вовлечены все и дети, и родители. В Петербургском детском хосписе сегодня проживают шесть семей со всей России. Вместе не только творят, решают проблемы. Помогают друг другу пережить боль. Разногласия здесь оставляют за порогом. Место, ставшее для этих людей вторым домом, наполнять стараются только любовью. Стараемся детям не показывать нашу боль. Но взаимовыручка высочайшая. Все новогодние шары продадут на аукционах. На вырученные средства в рамках акции «Мечты сбываются» купят подарки. Накануне праздника каждый ребенок напишет Деду Морозу письмо. И все желания, уверяют организаторы, непременно сбудутся. Очень специфическая особенность меч. Понятно, что если ребенок проводит очень много времени в больнице, он не может себе, не все могут по состоянию здоровья поехать в какую-то поездку, даже если они мечтают, и мы можем это осуществить. Очень интересные мечты бывают, когда ребенок хочет встретиться с каким-то выдающимся человеком. Но очень многие просят какую-то технику. Детские письма трогают сердца не только взрослых. Стать маленьким волшебником для Лида Богданова решился ее сверстник. Мальчик прочел письмо на сайте и уже купил глобус, который так хотела видеть под елкой Лида. Алена Каледина, Андрей Жохов, Александр Валтусов. Новости. Санкт-Петербург. В Петербурге вручили премию имени Андрея Толубеева. Ее присуждает за вклад в современный театр и драматургию. В этом году награду получали из рук лауреатов прошлых Лева Додина и Ивана Краско. Статуэтки-скульпторы Ангела достались Нине Усатовой, Вячеславу Полунину, Леониду Мозговому и другим деятелям искусства. Всего семь номинаций. То, что все эти ребята и фунтусов Владимир Павлович в частности стали заниматься тем, чтобы петербургская драматургия получила какое-то дополнительное стимулирование для своего развития. Мне кажется, это очень благая мысль. Это нужно, конечно. И наши питерские театры схватятся сразу за хорошую драматургию. Да, она уже и есть. Премию имени Андрея Толубеева учредил в 2010 году его супруга Екатерина вместе с художественным руководителем театра под самой крышей Владимиром Фунтусовым. За годы существования награду получили драматурги Тарас Дрозд, Игорь Шприц и Сергей Носов, актеры Иван Краско и Елена Соболева. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам в редакцию по телефону 335 15 55. За новостями главными вы можете также следить на нашем сайте topspb.tv. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова